Откройте! МОЗГАЗ! Здравствуй, мальчик! Родители дома? Надо газовую плиту проверить. Нет никого, походите. Привет, с вами Гео. Не знаете, он уже ушел? Ах, пофиг. Как вы уже поняли, сегодня у нас опять история про маньяка. Казалось бы, ну сколько можно? Этими историями забито пол-ютуба. Одни с радостью пересказывают жуткие сюжеты из прошлого, а другие их радостно слушают. В этом плане мы недалеко ушли от тех, кто 130 лет назад в захлеб читал газетные статьи о Джеке Патрашите. И мне, чтобы не повторяться, приходится каждый раз придумывать что-то новое. Но, фу, показалось. Это, кстати, был пример чего-нибудь новенького. Но вообще, кроме визуала, мне интересно, как рассказать про очередные кровавые похождения серийного убийцы и найти в этих событиях что-то уникальное. Но, честно скажу, сейчас мне особо стараться не пришлось. И вот почему. Судите сами, место действия — Советский Союз 60-х годов, где о маньяках вообще ничего не слышали. А криминальная хроника в газетах не баловала читателей леденящими кровь подробностями. Просто сухой пересказ кого, где и за что арестовали. Идем дальше. География убийств. Трупы находились в двух городах — Иваново и Москве. И не где-то там, закопанных в лесу, а прямо в своих собственных квартирах, в лужах крови. Со страшными ранами от топора. И никто из соседей ничего не слышал, зато видел. И это наш третий интересный пункт. Убийца практически не прятался. Маньяка с близкого расстояния видели десятки людей. Но по горячим следам поймать его не получилось. И он успел угрохать довольно много советских граждан. Во многом потому, что практически не делал перерывов между убийствами. Есть и другие необычные детали, но их я заранее раскрывать не буду. Ну а так как это у меня рубрика «Расследование», значит вы сначала посмотрите на историю глазами не убийцы, а милиции, и узнаете, как они пытались поймать симпатичного парня в шапке-ушанке. И почему жители столицы стали бояться названия Московской газовой службы. И от простого слова «Мосгаз» одни хватались за сердце, а вторые за топоры. Кстати, давайте сейчас я вам кое-что расскажу. Если вы давно смотрите мой канал, то отлично знаете, что я постоянно пытаюсь придумать какие-то новые фишки. Локации, игровые съемки, сложную графику. Делаю я это по двум причинам. Во-первых, это интересные творческие задачи. А во-вторых, это способ сделать информацию более понятной для вас. Вообще, превращение сложного в простое и понятное – это давно уже тренд. Во многих сферах бизнеса. Многие компании успешно используют опыт и механики из игровой индустрии. Это уже можно увидеть в рекламе, в сфере образования, телевидении, ну и, конечно же, в IT. Одним словом, происходит геймификация. И тут я хочу вам кое-что посоветовать. Гейм-деф – это невероятно перспективная индустрия, в которой, к тому же, большой дефицит грамотных специалистов. Она отлично подойдет для людей, которые хотят получить творческую и востребованную профессию. А возможность попасть в огромную развивающуюся индустрию развлечений и зарабатывать в ней – это шанс, который не стоит упускать. Вы можете спросить, окей, при чем тут я? Ведь в этот закрытый клуб нельзя попасть просто так. Но это миф. На самом деле, на старте не требуется даже умения рисовать. Всему можно научиться у XYZ School. Это топ-1 школа по направлению гейм-дела и графики. Там есть курсы по всем направлениям, которые нужны для создания игр. 3D и 2D графика, программирование, гейм-дизайн и много чего еще. За каждое направление отвечают преподаватели, прямо сейчас работающие в индустрии. То есть вы сходу будете получать навыки, которые действительно востребованы. А еще прямо в процессе обучения создадите серьезное портфолио и сможете претендовать на работу еще до конца курса. Кстати, XYZ – это не только школа по разработке игр, но и самое крупное, закрытое гейм-дев-сообщество в СНГ. Туда входит большое количество специалистов из крупных компаний. И новых сотрудников они часто находят как раз среди выпускников школы. Обучение здесь прошли уже почти 200 тысяч человек. А лучшие устроились в Ubisoft, Saber Interactive, Sparisford и другие. Переходите по ссылке в описании и начните свой путь в гейм-деве вместе с XYZ School. Чтобы не промахнуться с выбором будущей профессии, сначала пройдите простой квиз от школы. А потом выбирайте курс со скидкой до 40%. И еще, если назовете менеджеру кодовое слово «ГЕО», то получите дополнительные 10% к скидке. Типовой дом номер 4 на Балтийской улице. Сейчас там рядом метро-аэропорт. Можно сказать, почти что центр. А в 60-е тут полным ходом шло строительство и заселение новых многоэтажек. И вот сюда вечером 20 декабря экстренно приехал наряд милиции. Дело было не в пьяной драке и не в жалобах на шум. Произошло убийство. Причем невероятно застокое и бессмысленное. В квартире на четвертом этаже был обнаружен труп 12-летнего мальчика Кости Соболева. Судя по ранам, его несколько раз ударили топором. Больше дома никого не было. Ради расследования такого жуткого и нетипичного дела на Балтийскую улицу приехала целая толпа следователей. После осмотра места преступления удалось установить, что убийцу Костя пустил сам. А из квартиры пропали 60 рублей, детский свитер, солнечные очки и флакон супер дешевого одеколона «Шипер». Конечно, первым делом возникла версия ограбления. Но уж больно нетипичным был набор вещей, которые вора решил унести с собой. Ну и деньги еще куда не шло, хотя 60 рублей даже в те времена, а не сказать, какая заоблачная сумма. Меньше половины средней зарплаты. А про одеколон и свитер даже говорить нечего. Преступник или круглый идиот, или маньяк. Впрочем, про маньяка тогда еще никто не думал. Это западный мир хорошо был знаком с феноменом серийных убийц еще со времен Джека Потрошителя. Советский человек и даже советский милиционер ничего о таком не слышал. По логике следствия у преступления должен быть четкий мотив. Деньги, зависть, месть. А то, что убийство может быть вызвано больной фантазией гражданина, который при этом внешне выглядит вполне адекватно. Про это как-то не думали. До Чикатило тогда было еще лет 20. Идем дальше. После осмотра места преступления милиционеры провели самый обычный обход дома. Ну, там поспрашивать кого-нибудь, может кто-то что-то видел или слышал. И тут появилась первая зацепка. Когда следователи спустились на два этажа ниже, то встретились с Володей Тепловым. Девятилетний мальчик только что вернулся из школы. И оказалось, что утром он, вероятно, видел убийцу. Я тогда в четвертом классе учился. Родители были на работе, а я собирался на уроки во вторую смену. В дверь позвонили. Музгаз, проверка оборудования. Я открыл. Тогда не было принято бояться незнакомцев. Тем более работников ЖКХ. Тем более у себя дома. Зашел мужчина. Вот в таком длинном пальто. И в шапке-ушанке. Он немного неуверенно прошел на кухню. Покрутил конфорки. А потом спросил, есть ли кто дома. Мальчик на автомате сказал, все дома. Хотя дома никого особо не было. Только старая бабушка, которая еле ходила. И племянник, которому не было и года. Гость проверять не стал. Кивнул и ушел. Но ненадолго. Через несколько минут он снова позвонил в дверь. Сказал, что забыл спички. И мужчина опять прошел на кухню. Нерешительно так огляделся. И опять вышел. Вскоре третий звонок. Я открыл. А он опять там. Этот мужчина. Я как-то закричу. Спички мы уже взяли. И у него перед носом дверь закрыл. А после этого я пошел к приятелю на пятый этаж. И вот когда поднимался, увидел, что этот мужчина звонит Косте Соболеву в квартиру. А потом я узнал, что он его убил сразу. Показания Вовы дали следователям сразу море информации. Во-первых, он помог составить фоторобот. Сначала у растерянного мальчика явно не получалось нормально описать внешность преступника. Но потом в комнату заглянул оперативник, который оказался очень на него похож. В итоге, уже на следующий день, столичный милиционер получил вот такой портрет. Во-вторых, кроме портрета у них появился и отпечаток пальца. Его сняли с газовой плиты. А в-третьих, Вова обратил внимание на шапку этого мозгаза. То есть шапка была самая обычная, которую зимой носили чуть ли не все мужчины в стране. Но отличалась одна деталь. Уши у нее были завязаны не сверху, а почему-то на затылке. Вова никогда не видел, чтобы так кто-то делал вообще. Зато видели следователи. Потому что завязывать ушанку на затылке было, ну, обычным делом в любом городе. Кроме Москвы. А значит, можно предположить, что убийца не москвич. Это, между прочим, важный фактор. В советское время переезд в другой город, тот еще квест. Открытого рынка аренды квартир не существовало. Легко устроиться на работу тоже было нельзя. А значит, круг поиска сужался. Для поиска убийцы был сформирован штаб, во главе которого встал один из лучших следователей Владимир Аралов. Суровый мужик, который за 20 лет службы успел разгромить несколько банд. А еще он стал прототипом персонажа Шарапова из главного советского сериала про ментов «Место встречи изменить нельзя». Дело Мосгаза сразу передали в Мур. Чисто между нами, если вам показалось, что Мур – это какой-то прикол, и такое название больше подходит для филиала аниме-студии, рисующей мультики про кошка-жену, то мне тоже так показалось. Но вообще так сокращенно называли московский уголовный розыск. Ну, а что же убийца? Преступление было странным, поэтому было непонятно, что и думать. Если бы это было обычное ограбление, то в этом случае преступник должен был уйти на дно и какое-то время жить на украденные деньги. Но добыча в 60 рублей никак не тянула на большой куш. Поэтому, в целом, следователи придерживались версии, что таинственный Мосгаз – дилетант и д*****, а про возможный сексуальный мотив тогда вообще речи не шло. Так что, в целом, милиция стала делать свою обычную работу, без надежды на быстрый успех. Но, неожиданно, следующее преступление Мосгаз совершил уже через 5 дней. Да еще какое! Впрочем, если бы ни одна деталь, не факт, что его удалось бы связать с московским убийством. Ведь произошло оно за 200 километров от столицы в Иваново. 25 декабря 1963 года стало одним из самых страшных дней в истории этого города. За сутки на двух соседних улицах было совершено сразу три нападения. В одной квартире на улице Калинина нашли труп 12-летнего Михаила Кулешова, а в другой – 15-летнюю Галину Петропавловскую. С многочисленными ранами и следами изнасилования. А в доме на Октябрьской улице обнаружили тело пенсионерки. Почерк везде один и тот же. Большое количество ударов тяжелым острым предметом. Ну, то есть, топором. Ивановские милиционеры были в шоке. Не только от невероятной жестокости преступлений, но и от списка украденных вещей. Из квартиры мальчика Миши пропали пиджак, кофта, несколько облигаций на незначительные суммы и две авторучки. У Галины исчезли 90 рублей, свитер, пуховой платок и паспорт матери. А у пенсионерки 70 копеек и карманный фонарик. Напомню, что в этот момент следователи из Иваново ничего не знали про убийство Кости Соболева в Москве. Они, как обычно, обошли соседние квартиры и выяснили, что в этот день к ним всем заходил работник газовой службы. Проверял конфорки и что-то записывал в тетрадь. Эту информацию направили в Центральное управление в Москве. И там сразу все встали на уши. В Иваново направили следственную группу с фотороботом Мосгаза. Свидетели подтвердили, что к ним стучался именно этот мужчина. Его опознала и Галина Петропавловская, которая, несмотря на 9 ударов топором, смогла выжить. Кроме того, в ее квартире нашли листок записи, который обронил преступник. А еще она заметила, что руки убийцы явно не знали тяжелого труда. Ни грубой кожи, ни мозоли. А значит, это явно не работяга с завода. Но кто тогда? Так как милиция до сих пор считала основным мотивом деньги, то была совершенно сбита с толку. Так как получается, что человек интеллектуального труда творит такую лютую дичь ради фонарика и авторучки? Постепенно созрела картина преступления. Судя по всему, Мосгаз сначала стал обходить квартиры на улице Калинина. Он представлялся работником ЖКХ, и если понимал, что не сможет справиться с жильцами, то просто просил расписаться в тетрадке и уходил. Спустя время он постучался к Мише Кулешову, который на его беду оказался один дом. Затем убийца, видимо, расстроился из-за малой добычи и отправился попытать удачу на другую улицу. Там он точно так же постучался в несколько квартир, пока не наткнулся на пенсионерку. Но там он сумел украсть еще меньше и снова вернулся на Калинин. В этот момент Мосгаз, очевидно, был уже в крайнем раздражении, потому что буквально ворвался к Галине Петропавловской и изнасиловал ее, чего раньше никогда не делал. А еще даже не стал проверять, убил он девочку или нет. Вот так после случая в Иваново стало ясно, что милиция имеет дело с каким-то очень нетипичным преступником для Советского Союза. Дело взял под личный контроль министр охраны общественного порядка. А ходом расследования интересовался сам Никита Хрущев. Но план перехвата в Иваново ничего не дал. Несмотря на то, что милиция хорошо знала внешность Мосгаза, у них был образ его почерка и отпечаток пальца, он будто сквозь землю провалился. Кстати, пока его ищут, давайте поговорим про еще один интересный момент. Во многих статьях, посвященных этим убийствам, я встречал типичные фразы в духе «Маньяк держал в страхе всю страну» или «Родители боялись пускать детей на улицу». Но мы же не в Америке, блин. Это там каждое кровавое преступление тут же оказывалось на страницах газет и пугало читателей. А в советских СМИ про Мосгаза не писали ничего. Вообще. А вся информация распространялась исключительно с помощью слухов. Типа, кто-то где-то кому-то сказал, что у него есть знакомая, у которой вот там, в соседнем доме, ребенка убили топором. Ходит вроде какая-то банда и под видом работников газовой службы грабит, насилует и убивает. Впрочем, нельзя сказать, что власти прям вообще пытались замолчать тему. Участковые предупреждали людей об опасности, показывали фоторобот и просили быть осторожнее. Но, сами понимаете, слухи не самая надежная информация. Это приводило и к разного рода проблемкам. В первую очередь с простыми советскими пранкерами. Дворовые пацаны чисто на поржать стучались в квартиры, а на вопрос, кто там, сурово отвечали «Мосгаз». Прямо вершина юмора. А если жильцы оказывались чересчур бдительными и сообщали куда надо, то шутникам приходилось давать объяснение в милиции. Но был случай и покруче, когда в дверь одного не в меру активного пенсионера позвонил настоящий сотрудник «Мосгаза». И вместо того, чтобы позвонить в милицию и рассказать о подозрительном госте, пенсионер решил вспомнить свои фронтовые будни. Открыл, значит, дверь и долбанул ремонтника обухом топора по голове. Слава богу, не убил. Но тот потом несколько дней провел в больнице с сотрясением. Все это в конечном итоге никак не помогало ловить настоящего убийцу. А тот и не думал залегать на дно. Прошло всего три дня с момента его кровавых гастролей в Иваново. Как он снова объявился. И снова в Москве. Тело очередного маленького мальчика нашли вечером 28 декабря в квартире на Ленинградском проспекте. На этот раз на месте были найдены следы борьбы. Мальчик сопротивлялся и даже пытался спрятаться от убийцы в туалете. Кроме того, из дома вообще ничего не пропало. Дверь в комнату с ценными вещами была заперта, и преступник не сумел ее взломать. Если сопоставить вместе все эти убийства, то легко можно заметить, что интервал между ними стремительно сокращался. Можно было бы ожидать очередное убийство прямо на Новый год. Но мозгаз будто испарился. Может, сам себе решил устроить праздничный перерыв? А может, просто считал, что в новогодние выходные будет трудно застать кого-то дома одного, с кем у него получилось бы справиться? Как бы там ни было, очередной труп нашли 8 января. Случилось это на Шереметьевской улице. Это там, где сейчас метро Марьяна Роща. Милицию вызвала испуганная женщина, у которой на потолке появилось кровавое пятно. В квартире этажом выше обнаружили тело 48-летней Марии Ермаковой. Она лежала в комнате рядом со столом. Значит, получилась такая картина. Жертва спокойно впустила убийцу в дом. Села что-то писать, и тут он ее и ударил. Было непонятно только с чего вдруг Ермаковой понадобилось вести какие-то записи перед незнакомцем. Но отгадка нашлась быстро. Соседи опознали в фотороботе того самого мозгаза. Но сказали, что на этот раз он представлялся работником ЖЭКа и предлагал в письменной форме изложить свои претензии к коммунальщикам. Впрочем, у следователей появилась куда более важная зацепка. Как обычно, из квартиры пропала всякая ненужная мелочь. Типа 30 рублей, мотка, пряжи, носков и каких-то настольных часов. Но было и кое-что интересное. Убийца унес с собой телевизор Старт 3. А надо сказать, что в начале 60-х телевизор – это не только большая роскошь, но и довольно тяжелая такая квадратная хрень, которую так просто в карман не положишь и не спрячешь. Это вот этот топор еще можно вот так в карман положить. А мужчину с телевизором в руках обязательно должен был кто-то заметить. Бросились допрашивать всех подряд – жильцов, продавцов, водителей автобусов. И нашли. Местный участковый видел, как мужчина, похожий по описанию на Мосгаза, с каким-то тяжелым предметом, завернутым в простыню, садился в грузовик. Участковый запомнил даже две цифры номера. Очевидно, убийца просто поймал попутку. А так как, опять же, в те годы трудно было себе представить человека, самостоятельно владеющего грузовиком, было очевидно, что машина принадлежит какому-то заводу. Стали искать. По всем производственным гаражам прошлись милиционеры с одним и тем же вопросом. Кто 8 января на Шереметьевской улице подобрал мужчину с телевизором? Поначалу никто не сознавался, потому что, по правилам, они не имели права подвозить левых пассажиров, тем более подозреваемого в преступлении. За это можно было легко вылететь с работы. Но уже на следующий день в кабинете следователя зазвонил телефон. Водитель признался, что действительно подвозил какого-то смуглого парня и высадил его на 2-й Мещанской улице. То есть совсем недалеко от места преступления. Она сейчас называется улицей Гелировского и находится рядом с Рижским вокзалом. Там ехать было меньше 2-х километров. На место быстро выехала группа милиционеров в штатском и методично начала обходить вообще все квартиры во всех домах, расположенных рядом. Типа, а не появилось ли у кого-то из соседей внезапно нового телевизора? Как я уже говорил, телевизор был роскошью, которая 100% привлекала к себе внимание. Поэтому результата долго ждать не пришлось. Один из жильцов рассказал, что буквально вчера купил поддержанный старт 3 у молодого мужчины из соседнего дома. Следователи на всякий случай сверили номер телевизора по техпаспорту и убедились, что это тот самый старт 3 из квартиры убитой Ермаковой. Ну а дальше дело техники. Милиция не стала резко врываться в квартиру продавца телевизора, а аккуратно поспрашивала соседей, кто там живет. Соседи рассказали, что вообще-то там живет милая старушка, но сейчас у нее гостит племянница вместе с мужем. Стандартная схема. Если кто не понял, сейчас объясню. Так как легально снимать квартиры было нельзя, а люди все равно стремились жить в Москве, то часто арендовали комнаты у каких-нибудь пенсионеров. А те всем рассказывали, что это к ним просто родственники приехали. Понятно было, что тут следователи имеют дело точно с таким же случаем. Только после этого они вошли в саму квартиру. Которая оказалась пустой. Но сразу стало ясно, что милиция тут по адресу. Внутри нашлось несколько украденных вещей с мест преступлений Мосгаза. Было решено оставить засаду. И вот, ближе к ночи, щелкнул дверной замок, и в квартиру вошла темная фигура. Милиционеры кинулись на нее и грубо скрутили. И только потом обнаружили, что схватили не страшного маньяка, а молодую девушку, которая испуганно хлопала глазами и не понимала, что происходит. На вопросы о своем муже она ответила, что, ну, вообще-то, они не женаты. И что тут явно произошла какая-то ошибка. Ведь ее сожитель никто иной, как тайный агент КГБ, который утром уехал в Казань на спецзадание. Вот это поворот. На вопросы девушка отвечала охотно и явно была уверена, что скоро все это закончится и незваные гости покинут квартиру. Она ответила, что ее зовут Алевтина Дмитриевна, а ее приятеля Владимир Ионесян. Они приехали в Москву из Иваново, а до этого вместе работали в Оренбургском музыкальном театре. Вообще, основной задачей переезда у них было найти место в новом театре для Дмитриевой. Но Ионесяна стали часто отвлекать КГБшники со своими секретными операциями, поэтому поиски работы пришлось отложить. А что не так-то? Следователи, конечно, удивились, но решили действовать быстро. КГБ, не КГБ, потом разберемся. Главное, что вот этот Владимир точно связан с жестокими убийствами детей. Вопрос, как его теперь поймать в Казани? Но с этим тоже помогла Алевтина. По ее словам, они договорились встретятся там, на вокзале 12 января. Тут же был разработан план по задержанию. Сотрудницу уголовного розыска загримировали под Алевтину, посадили в поезд и отправили прямиком в Казань. А там на платформе уже ждали оперативники. Это было сделано специально, чтобы не перепутать подозреваемого со случайным человеком. Ведь никто в милиции ни разу не видел Ионесяна вживую, только на портрете. Вокзал в Казани был буквально напичкан сотрудниками в штатском, чтобы не дать убийце ни единого шанса сбежать. Но все прошло на удивление гладко. Как только лжедмитриево вышло на платформу, к ней шагнул мужчина в темном пальто и шапке-ушанке. Тут-то его и взяли. Кажется, он так растерялся, что ему даже в голову не пришло оказать сопротивление. При обыске у него нашли туристический топорик. Как потом выяснилось, именно этим оружием он убил пять человек. Вот он так на самом деле выглядел. Уже через день Владимир Ионесян сидел в следственном изоляторе Москвы и давал признательные показания. А допрашивали его лично министр охраны, общественного порядка и генеральный прокурор. Там Владимир во всем сознался, но так и не сумел толком объяснить свои мотивы. У меня были деньги на исходе. И был я тогда в очень нервном состоянии. Но это не оправдание. Тогда я совершил первый раз. Что совершили? То, из-за чего я сегодня нахожусь здесь. Говорите прямо. Убийство. Когда я вышел из метро, я помню, что зашел в квартиру не сразу, где совершилось. Я вошел в одну квартиру, где был один мальчик. И вот тут я ударил. Помню одно. Он открыл дверь, и я ударил. Только переступил порог и ударил. До этого, когда я ходил по квартирам и звонил в звонки, а мне открывали дверь, то если мне было трудно сделать это, я говорил, что зашел проверить газ и уходил. Затем я уехал в Иваново. В Иванове я совершил абсолютно то же самое. Даже не знаю скольких. По-моему, троих. Зачем вы убивали людей? Я вам все говорю. Я сказал, нужны были деньги. Для этого вы убивали? Нет, это были первые случаи, что заставляло меня на второй, третий раз. На это трудно ответить. А в первый раз мне нужны были деньги. А когда вы совершали убийство второй, третий раз, вам деньги не были нужны? Нет. Не надо было. Кстати, после ареста Мосгаза о нем наконец-то сообщили в газетах. И в редакции полетели бесконечные письма от возмущенной общественности, где убийцу призывали повесить на Красной площади, четвертовать или еще как-нибудь замучить самым жестоким способом. Обсуждалось это дело не только между рядовыми жителями, но и на самом верху. С протоколами допроса знакомились Хрущев и Брежнев. А министр охраны общественного порядка отправил в прокуратуру такую записку. В связи с тем, что преступления, совершенные Анисяном, приняли широкую огласку и возмутили общественность Москвы, министерство вносит предложение в самый короткий срок закончить следствие и организовать открытый судебный процесс над преступником, приговорив его к расстрелу. Прокуратура с этим предложением полностью согласилась, кроме одного. Процесс сделали закрытым и никак не освещали его в прессе. Заседание тоже прошло тяпляп. И Анисяна без долгих споров просто быстро признали виновным и вынесли вердикт смертная казнь. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. И Анисян тут же подал прошение о помиловании, но его даже рассматривать не стали. Тут же отказали. А уже ночью следующего дня убийцу расстреляли в Бутырской тюрьме. Любовницу И Анисяна Алевтину Дмитриеву тоже сурово наказали. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы. Хотя на суде так и не удалось доказать, что она хоть что-то знала об убийствах. Выпустили ее через 7 лет за хорошее поведение. Досталось даже бабушке, которая сдала влюбленным свою квартиру. Ее выселили из Москвы. Ну, на этом в истории первого советского маньяка официально была поставлена точка. С момента первого убийства до расстрела прошло чуть больше месяца. Но все равно осталось много вопросов. Процесс по делу был настолько быстрым, что психиатрическую экспертизу не провели и мотивы преступления толком не выявили. На допросе Иоанесян говорил, что только первое убийство совершил ради денег. А потом зачем? Хрен его знает. А выяснять никто не стал. Но давайте попробуем это сделать мы. Понятно, что окончательных выводов у нас не получится, но хоть подумаем над предположениями. А для этого придется посмотреть на то, кем же был этот Владимир Иоанесян. Справка из личного дела. Иоанесян Владимир Михайлович, 26 лет. Судим за уклонение от воинской повинности. Определенных занятий и места жительства не имеет. Женат. Есть ребенок. Это старая Тбилиси. Где-то в доме на одной из таких улиц в 1937 году родился будущий убийца Мосгаз. Судя по тем данным, которые удалось найти, Владимир рос обычным ребенком. Даже более того, имел хорошие музыкальные способности. Благодаря этому он сначала поступил в музыкальное училище, а потом в Тбилисскую консерваторию. Но на втором курсе пришло время отправляться служить в армию. Да, если что, тогда отсрочка по учебе работала не так, как сейчас. Не важно, что ты там куда-то поступил. Пришла повестка вперед на два года маршировать и разбирать автомат. Владимир, как законопослушный гражданин, явился в военкомат. Но там на него посмотрели и на всякий случай отправили провериться в дурку. Если честно, без понятия, чего они там увидели, подробности неизвестны. Но известно, что в психдиспансере врачи действительно нашли у него какие-то проблемы с головой и выдали справку о негодности. Владимир с этой справкой явился обратно к военкому. Но у того самого, видимо, были беды с башкой, ибо он справку взял, порвал и потребовал возбудить на музыканта дело за уклонение от воинской службы. Опять же, я без понятия, почему. Нигде этой инфы нет. Единственное, что приходит в голову, это то, что Владимир принес документы уже после окончания призыва. А значит, вроде его можно записать в уклонисты. Его арестовали и приговорили к двум с половиной годам. И отправили сидеть в лагерь недалеко от города Горе. Там никаких проблем с новым заключенным не было. Он организовывал культурные программы и даже получил право выходить в город. Во время одного увольнения я не явился в лагерь. Это было чисто нервное. Я не скрывался, я находился у себя дома, откуда меня забрали. Потом мне заменили решение свободы принудительными работами на один год. И освободили. Иногда можно встретить версию, что Иониссян косил специально, а историю с уничтоженной справкой просто выдумал. Но мне кажется, ничего он не выдумал. Знаете почему? Как минимум, потому что после отсидки его опять должны были призвать в доблестную советскую армию. Он опять отправился в психушку и опять получил справку о негодности. Теперь ее рвать никто не стал. И он наконец-то получил официальное освобождение от службы. То есть получается, что к этому моменту Иониссян мало того, что имел проблемы с головой, так еще и успел отсидеть срок по сути ни за что. Не зная как вы, я от этого точно сильно обиделся бы на мили. Еще один важный момент, судимость мешала найти нормальную работу. А работа была очень нужна. Владимир женился на выпускнице консерватории и у них вскоре родился сын, а денег не было. И тогда Иониссян с какими-то своими дружками решился на кражу. Что и у кого они хотели украсть непонятно. Но известно, что всех арестовали и посадили, кроме Владимира. На суде за него активно вступилась жена. Мол, он не виноват, просто связался с плохой компанией. Дайте ему, пожалуйста, второй шанс. Не лишайте ребенка отца. Суд послушал и огласил невероятно мягкий приговор. Пять лет условно. Чтобы как-то избавиться от клейма преступника, жена настаивает на переезде в другой город. Ей как раз предложили работу в музыкальном театре Оренбурга. За компанию туда берут работать и Владимира, певцом и концертмейстером. Это что-то типа дирижера, не суть. Но спокойная жизнь продолжалась недолго. В театр на испытательный срок приехала молоденькая 20-летняя балерина Алевтина Дмитриевна. Та самая, которая потом уедет в лагеря на 15 лет. Яркая, веселая девушка привлекала к себе довольно много внимания. Неудивительно, что и Анисян на нее тоже запал. У меня жена очень хорошая. Я хорошо к ней относился. Но она была нервная. Жена была молчаливая, а Алевтина мне очень нравилась. Опять же, часто пишут, что у них начался бурный роман. Но мне в это что-то слабо верится. Описание всей предыдущей жизни Анисяна как-то не выдает в нем героя-любовника. Скорее всего, он просто раскатал губу и всячески пытался привлечь внимание Алевтины. Но не особо успешно. Все изменилось через месяц, когда Алевтини объявили, что испытательный срок она не проходит. И вообще, ей бы еще пойти поучиться танцевать. От этого сообщения в шоке была не только балерина, но и Владимир. Он уже настолько влюбился, что не мог действовать. Владимир явился к ней в гости с планом. Надежный, как швейцарские часы. Все бросить и вместе с ним уехать в Иваново. Зачем? Ну, понимаешь, там у меня типа друг живет, он сто процентов оценит твой талант и возьмет в театр. Не хочешь? Ну, а еще я в КГБ работаю, прикинь? Ни в каком КГБ Владимир, конечно же, не работал. А просто, кажется, выдумал этот факт и тем не менее, как бы это все сработало. И девушка согласилась бежать в поисках лучшей жизни. Было это в середине декабря 63-го года. До первого убийства Мосгаза оставалось всего несколько дней. Свой побег от жены и сына Янисян особо никак не планировал. Сбережения тоже никаких не имел. Хватало максимум на съем квартиры на месяц и что-нибудь поесть. Тем не менее, о Левтине, о финансовых трудностях он не сказал. Купил билеты до Москвы и отправился в дорогу. Они прибыли на Рижский вокзал и прямо там познакомились с пенсионеркой, которая предложила им арендовать ту самую квартиру на 2-й Мещанской, куда потом и придут милиционеры. Попутно Владимир написал своему приятелю в Иваново, чтоб он помог найти у себя место для балеринок и стал ждать. Но деньги постепенно заканчивались. А ответа не было. И вот когда ситуация была совсем вот отчаянной, друг написал, мол, приезжайте, пообщаемся. И все было хорошо, но денег у Владимира оставалось ровно на один билет. Надо было что-то срочно делать. О Левтини он соврал про очередное тайное задание от КГБ и отправился. Ну, куда-то. Сложно сказать. Созрел у него план сразу или он импровизировал на ходу. Известно только, что он съездил на Красную площадь в ГУМ и купил там туристический топорик. Где он? Где мой туристический топорик? Вот примерно вот такой. Этот, конечно, не туристический, но выглядит эффектнее. Вот. А потом Владимир поехал на Балтийскую улицу, где и совершил первое убийство. Украденных таким образом 60 рублей хватило и на билет, и на пожить какое-то время. Так пара отправилась в Иваново. Там, как мы знаем, Иоаннисян за три часа напал сразу на трех человек. Уже без всякой видимой причины. Тут, как это часто бывает у маньяков, достаточно какого-то щелчка, чтобы начать снова и снова пытаться воспроизводить одни и те же преступления ради какой-то непонятной эмоциональной потребности. В случае Иоаннисяна щелчком стало убийство мальчика в Москве. И эта картина его, видимо, так впечатлила, что он уже не смог ей противостоять. Он наверняка получал от этого своеобразное наслаждение, схожее, не знаю, сексуальное. Не просто же так он в итоге изнасиловал последнюю жертву. Но убийцу нельзя было назвать совсем неадекватно. После удовлетворения страсти он вполне мог принимать рациональные решения. Например, тут в Иваново он испугался, что милиция может быстро его отыскать. Ведь его видели десятки соседей-жертв. А значит, нужно как можно быстрее валить. Причем осторожно, чтобы не вызвать подозрения еще и у своей подруги. Он вернулся, значит, домой к Алифтине, заявил, что только что выполнил важное задание для ККБ, но они теперь в смертельной опасности. Надо срочно отсюда выбираться. А с работы в театре как-нибудь потом решим. Что? Почему на мне кровь? Так я ж в КГБ работаю. Девушка испугалась, послушала своего любовника и они прошли пешком 10 километров в сторону Москвы, прежде чем решили сесть в автобус. Так они ускользнули от облавы и спокойно вернулись в квартиру у Рижского вокзала. Там Владимир снова начал рассказывать сказки о будущей красивой жизни. Теперь к должности сотрудника спецслужбы добавился еще и богатый дядя в ГДР, который вот-вот должен умереть и оставить ему большое наследство. А еще у него есть знакомый чуть ли не генерал, который обязательно сделает Алевтину примой Большого театра. Ложь кажется настолько абсурдной, что непонятно, как Алевтина могла во все это верить. Но вероятно она тоже была девушкой не самого большого ума. Меня тут больше другое интересует. А что в этот момент больше привлекало Иониссяна? Реально как-то устроить свою жизнь с балериной или продолжить убивать? Вопрос без ответа. Возможно и то и другое. Поэтому всего через два дня после возвращения в Москву Иониссян снова убил. На этот раз он решил не выбирать жертву вслепую, а присмотрел на улице маленького мальчика во время прогулки. Позвонил в дверь, но тут из-за его спины выглянула старшая сестра. С двумя школьниками Иониссян решил не связываться и отправился в соседний подъезд, где уже с помощью привычного обхода квартир нашел себе новую жертву. Ну а после нового года он последний раз вышел на охоту. Причем решил вообще не париться. Пошел буквально в соседний район. К этому времени слухи о таинственном маньяке Мосгазе уже ползли по столице. Поэтому Иониссян решил сменить легенду и начал представляться сотрудником ЖЭКа. На эту удочку попалась его последняя жертва 46-летняя Мария Ермакова. Она пустила убийцу, села за стол, чтобы писать жалобу в ЖЭК и тут Иониссян 20 раз ударил ее топором, а потом украл телевизор старт, по которому его и найдут. Так что же это в итоге такое было? Сегодня скорее всего любой криминалист исследующий серийных убийц поставил бы Иониссяна в один ряд с маньяками Чайкой и Геронковым. Вы можете не знать этих фамилий, но они делали примерно то же самое. Охотились на заведомо более слабых людей и оставляли себе на память всякие безделушки. Существует целая методология по поиску серийных убийц, но в 60-е в СССР о маньяках ничего не слышали. Я говорю не только про убийство на сексуальной почве, но и про тех людей, для которых убийство это цель, а не средство. И Иониссяна видели как опасного социального выродка, но при этом совершенно нормального человека. Что это типа уравновешенный хладнокровный убийца, который полностью отдает себе отчет в том, что делает. Поэтому-то его не посчитали нужным обследовать и решили по-быстрому отправить на тот свет. Хотя, может быть, уже тогда более глубокое изучение Иониссяна психиатрами и криминалистами позволило бы гораздо раньше вычислить Чикатило. Всего хорошего. Чикатило.